Политики-олигархи Влад Плохотнюк и Илон Шорт теперь в списке санкций, наложенных США. Активы заморожены, въезд воспрещен. Значатся там и другие фигуранты расследований Райс Молдова и Центр Досье. Например, группа российских политтехнологов и сын бывшего генпрокурора Российской Федерации Игорь Чайка. О влиянии спецслужб России и Кремля на страны постсоветского пространства, и в частности Молдовы, писал журналист Сергей Канев из Центр Досье. Это он вместе, Вейнсайдер и Билингкат, расследовал отравление Скрипалей. Ему грозило уголовное дело о разглашении гостайны, вследствие чего Сергею пришлось покинуть Россию. Он с нами на связи. Сергей, добрый день. Добрый день, Молдова. Спасибо, что нашли возможность присоединиться к эфиру. Итак, вы вместе с Райс Молдова работали над журналистским расследованием «Кремлянович», которое вышло два года назад, на которое мы все сейчас возвращаемся в силу того, что США наложило санкции на главных героев этого расследования, российских политтехнологов. Именно они должны были повлиять на ход выборов 2020 и 2021 годов. Насколько мы знаем, в Кремле даже есть так называемый «Молдавский отдел». Сергей, чем он занимается и какими методами пользуется? Ну, во-первых, приятно осознавать, что результаты моего труда и моих коллег не прошли даром. И вот появились вот такие результаты. Правда, хочу особо подчеркнуть, к американцам мы не обращались. Наше расследование в первую очередь было направлено для граждан России, чтобы они знали, куда идут их налоги. В том числе мы писали для граждан Молдовы, чтобы они знали, кто им гадит и мешает мирной жизни. Но что касается молдавского направления, то, допустим, молдавские отделы такие есть, да, во многих российских структурах. Ну, во-первых, это Управление президента по культурным связям со странами СНГ. Там есть молдавский отдел, возглавляют отдел и другие направления офицеры службы внешней разведки. Вот такие они, культурологи. В том числе по Молдове очень плотно работает пятая служба ФСБ. Так называемые представители сидят во многих посольствах. Ну, как бы представители, такие есть представители, как МВД сидят, так и ФСБ. На самом деле пятая служба – это чекистская разведка. Если раньше в посольствах сидел представитель его жена, то с 2013 года Путин разрешил набирать аппарат сотрудников. Причем численность не указывается. Там может быть 50 человек и 100 сидеть. Все они занимаются шпионажом. А вот Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела соседей. В свете происходящих событий это уже звучит как анекдот. Тем более, что мы знаем об архиве генерала разведки Чернова, который возглавлял управлением президента по культурным связям с зарубежными странами. В этом архиве есть доказательство того, что Кремль создал обширную сеть агентов влияния не только в Молдове, но и в Грузии, Армении и Азербайджане. Что сейчас? Война в Украине внесла свои коррективы? Так получается? Ну, разумеется, после вторжения в Украину многих офицеров разведки сняли других направлений и отправили заниматься только Украиной, в том числе и Молдовой. Мы знаем, что офицеры пятой службы десантировались в Приднестровье. И что они там, какие у них планы, остается только догадываться. Вот помимо вот этих фигур, фигурантов, которых внесли в санкционные списки, я бы еще и внес начальника молдавского отдела в пятой службе генерала Дмитрия Милютина. Это человек, который непосредственно гадит Молдову. У него невероятная работоспособность, и он открыто заявляет, что его мечта – это возродить Советский Союз. В том числе в Молдове работает и его супруга, медик. Она тоже как канал связи. Скоро мы опубликуем этот материал, и гражданам Молдовы будет весьма и весьма интересно. Скажите, пожалуйста, как работали российские кураторы с Игорем Дадоном? Ему писали тексты речей? Может быть, готовили тексты, а может быть, то и другое? Ну, во-первых, он отчитывался о своих шагах, особенно внешнеполитических, напрямую перед посольством России. Мы публиковали вот эти письма его, что я вот там то-то буду говорить, я там то-то буду делать. И все это он докладывал послу Российской Федерации в Молдове. В мае этого года Игорь Дадон был помещен под домашний арест. Инкриминирует ему государственную измену. Это поможет выявить всю агентурную сеть российского влияния. Это поможет выявить? И все ли там гладко с этим обвинением? Ну, с материалами уголовного дела я не знаком. Но наше новое расследование, которое скоро выйдет, добавят кое-какие пункты. Я думаю, молдавские следователи заинтересуются нашей информацией. А вот сейчас США своим санкционным списком, по сути, подтвердили результаты расследования, на котором вы работали. Там открыто говорят, да, Россия пыталась убрать с поста Майю Санду и вернуть Молдову под свой контроль через пророссийские партии. Попытки провалились. Как думаете, точка поставлена или Кремль не откажется от своих планов? Да нет, что вы. Кремль никогда не откажется от своих агрессивных планов. И, в частности, Молдову он будет держать на этом газовом крючке. Да, шантажировать, что мы перекроем газ. Мы вообще не будем поставлять в Молдову. Но вот я еще хочу добавить один момент про Илана Шора. Я хочу добавить. Я с некоторых пор стал присматриваться к этой фигуре. И, как я заметил, с началом агрессии России против Украины, в Израиле очень активизировались вот эти пророссийские группы. Как известно, Шор сидит в Израиле. Он находится в Молдавском розыске, но он сидит в Израиле, по крайней мере. И я стал смотреть, кто же возглавляет вот эти пророссийские группы. Они, знаете, там выходят с пикетами, говорят, что в Израиле стал возрождаться нацизм. Можете себе представить? В Израиле. Я присмотрелся к лидерам этих групп. Откуда они? И большинство из них оказались бывшими гражданами Молдовы. Любопытно, правда? Любопытно. А как вы думаете, Илана Шора экстрадируют из Израиля? Наши власти планируют этого потребовать? Ну, трудно сказать. Израиль ведет себя в это направление достаточно независимо и старается избегать вот этих скандалов с экстрадицией. Ну, кто бы знает, возможно, молдавская страна сумеет убедить израильтян, что этого товарища надо отправить на родину. К нему есть очень много вопросов. А вот вернемся к расследованию Кремленовича. Как вам удалось выйти на группу политтехнологов, которые работали на выборах в Молдове? Как устанавливали их личности? Ну, это, в общем-то, достаточно просто. Райс Молдова, в том числе руководитель Владимир Тхорик, он провел огромную работу. Он сидел в засадах с камерой. Он установил личности их, вот этих прибывших в Молдову политтехнологов, передал списки мне. Ну, а дальше моя техническая работа. Где, чего, адреса, паспорта, документы. На какие документы приобретались телефоны и другая там недвижка. Вот так я их и пробил. Напомню, что завтра Владимир Тхорик, о котором вы упомянули, гость программы моей коллеги Дарьи Гвинжа, программа «Сканер», которая выходит завтра, которая выходит в воскресенье в 21.30. Итак, в расследовании... Очень хороший журналист, очень хороший, с ним приятно работать. Я, наверное, летом приеду в Молдову, и мы с ним попьем молдавского вина. А мы вас ждем у нас в студии. Итак, продолжу вопрос. В расследовании вы писали о комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, который традиционно возглавляет офицеры запаса внешней разведки. За свою политическую карьеру бывший президент Игорь Дадон тесно сотрудничал с бывшими и действующими сотрудниками российской разведки, работающими на различных государственных должностях. С этим комитетом тоже сотрудничал? Да, комитет по внешнеэкономическим связям, он выполнял важную функцию по налаживанию вот этих контактов между Молдовой и, в частности, Приднестрой. Хочу напомнить, что возглавляют внешнеэкономические комитеты это сотрудники запаса разведки. Первым из них был гражданин по фамилии Путин. Да, еще в 90-е годы он как раз сидел на должности руководителя внешнеэкономического комитета, ну и, судя по всему, как писали, сделал первые миллионы. Вот. И я просто интересуюсь и посмотрел, кто после Путина возглавлял вот эти комитеты. Ну и, в общем-то, по адресам даже было понятно, что это сотрудники службы внешней разведки. А вот в этой группе политконсультантов Юрий Гудилин. По документам он электрик, по факту человек, постоянно приезжавший в Кишиневе и неоднократно замеченный в штаб-квартире партии социалистов. Есть подтверждение того, что Гудилин сотрудник ФСБ? И какое он имел отношение к правящей на тот момент партии Молдовы? Ну, есть такие признаки, признаки, как определять сотрудников спецслужб. И я им занимался, Гудилиным, да, посмотрел его авиаперелеты, контакты. И примерно на 70% я уверен, что он сотрудник пятой службы ФСБ. Или, по крайней мере, очень плотно работает с ними в контакте. А вот что это за признаки? Как вы... Что это за признаки такие, как вы их определяете? Ну, всех секретов я раскрыть не могу. Что можете? Да, ну, во-первых, во-первых, я вам скажу, что это только в такой... Среди пропагандистов ходят слухи, что это офицеры разведки, они такие все секретные. И, значит, к ним не подкопаешься, ерунда все это. Вот я недавно как раз печатал материал о российских шпионах, которых выслали из Нидерландов. Да, они сидели там под крышей посольства. Так они все буквально ночуют в соцсетях. Выкладывают целые фотогалереи. Вот они в Канаде. Вот они в Пакистане пьют вино. Вот там они еще где-то. Вот такие у Путина пошли шпионы секретные. Так и здесь, как я вычисляю, во-первых, адреса многих офицеров разведки иногородних прописывают прям по адресу штаб-квартир, СВР и ГРУ. Ну, какие еще дальше вопросы? Потом они, значит, придумали, что не регистрируют офицеров, а только их жен и детей. А детям накидывают по 100 лет. То есть, если там мальчик или девочка родились в 2005 году, они накидывают 100 лет и получается, что он родился в 1905. И был большой скандал. Пенсионы вдруг обнаружили, что во многих московских домах появились сотни 100 лет. Конечно, они стали интересоваться, откуда. Ну, правда, и потом сказали, не лезьте сюда. Это дети разведчиков. И скандал за тех. Много признаков еще. Опять же, ведомственные, да. Опять же, перелет. Смотришь, с кем там летал. Фигурант, да. Вот его перелет. С кем там летал. Смотришь, ага, это Груссик, это СВР. Потом они оплачивают же штрафы. Допустим, нет указания, где в официальной базе, допустим, адреса. Ну, заглядываешь в базу данного ГИБДД и смотришь, на какой адрес какой-то штрафы, чтобы превышать езды. Тут выясняется, что сидит в таком спеццентре ГРУ или СВР. Все просто. А вот расследование Кремленович вышло два года назад. Но реакция последовала только сейчас. Притом реакция США. Все это время в нашей прокуратуре будто не замечали собранных вами доказательств. Как думаете, почему? Ну, это обычное дело. Прокуроры же... Следователи прокурора нужны доказательные базы. Они не могут полагаться на журналистские расследования. В западных странах это, в общем-то, просто. И по материалам расследований заводятся уголовные дела. Но, видимо, в молдавской прокуратуре, следователи, еще такая... Сохраняется советская традиция. И на расследование СМИ не обращают внимания. Но мы все-таки... Наше расследование не прошло впустую. И как мне вот источник мой говорил в Молдове, что наше расследование отняло у Дадона 15% голосов избирателей. Уже радует. Сергей, мы ждем с нетерпением вашего расследования. И, конечно же, вашего приезда в Молдову. Я напомню нашим зрителям. Это Сергей Канев, журналист Центра Досье. До свидания. Продолжение следует...